Одновременно с избирательными участками начал свою работу и Центр общественного наблюдения Югры. Расположен он в Ханты-Мансийске. Отсюда в режиме реального времени любой желающий может следить за ходом голосования. Как это выглядит на практике, расскажет мой коллега Сергей Коробков. Здесь в Центре общественного наблюдения Югры установлены специальные компьютеры, их 20 штук, на которых есть доступ ко всем камерам, которые установлены на избирательных участках. Для того, чтобы попасть, увидеть то, что показывают на участках, достаточно на специальной карте скроллом прокрутить. Мы сейчас выбираем Ханты-Мансийск. Выбрать любой из участков, нажать на него. И появится камера, на которой видно, что происходит. Сейчас достаточно много народу, кстати, на одном из участков Ханты-Мансийске. На каждом участке установлены две камеры. Будут работать они круглосуточно в течение всего времени, что будут идти выборы, до самой последней минуты. То есть можно прийти сюда ночью, можно рано утром, днем, в любое время прийти, сесть и конкретно какой-то участок посмотреть. Если вы хотите увидеть картину в целом, для этого есть специальная стена, на которой те же самые камеры, те же самые участки показаны. Сменяются они в случайном порядке, но если вы вдруг как наблюдатель или просто как активный гражданин пришли и что-то подозрительное увидели, как вам показалось, например, вы можете подойти к техническому сотруднику. Для вас специально эту камеру выберут, отмотают обратно и спорный момент можно будет рассмотреть. Кроме вот этой технической стороны наблюдения, которая круглосуточно смотрит, есть еще и живые люди. Наталья Логина одна из бригадиров, которая руководит наблюдателями, которых у нас сколько? На каждом избирательном участке у нас будет по два общественных наблюдателя от общественной палаты Югры. Соответственно, у каждого бригадира ориентировочно от 10 до 12 участков избирательных, которые он контролирует. А задача наблюдателя, если есть камера, какая у них? Камеры видят не все, а человек видит все, что нужно и не нужно. Поэтому вот в этом наш смысл. Наблюдатели работают отдельно, сами по себе независимо, или к ним могут подходить люди, представители партии, как-то их тоже используют? Нет, наши наблюдатели от общественной палаты работают независимо друг от друга. Они не имеют отношения ни к одной из партий, ни к одной нашей структуре. Они работают отдельно, независимо от остальных структур. Напомню еще раз, что выборы продлятся три дня. Участки открываются в 8 утра, в 8 вечера закрываются. Все остальное время они находятся в закрытом состоянии. Но, как я еще раз напомню, видеонаблюдение продолжается. Можно в любое время прийти и посмотреть, что же происходит на участках, чтобы было максимально все открыто и без каких-либо там непонятных моментов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok